Ну а сейчас о магии фастфуда. Быстро и полезно это реально, уверена, в кафе Омайдог. Его основатели стали победителями конкурса «Тюменская марка» в номинации «Молодежное предпринимательство». Всё уточним в следующем материале. Горячие хот-доги готовят прямо при покупателях. Открытая кухня – фишка заведения. Ковар успевает следить за грилем и за беконом. Две минуты – и блюдо готово. У нас фастфуды не вредные совсем получается. У нас просто булочка, вкусная колбаска. У нас всегда колбаски есть готовые. Есть несколько видов колбасок. Они без всякой сои, без ешек. Чистое мясо. Сейчас в меню пять видов хот-догов готовят из простых продуктов, которые есть в каждом доме. От изысков отошли принципиально. Американский фастфуд теперь на русский манер. Например, с солеными огурцами. Бизнесмен утверждает, что их любят только в России. Еще один секрет – булочка с картофельным пюре. Рецепты уже несколько столетий. У нас существует несколько правил в нашей компании. Они самые фундаментальные. Первое – это качество продукта. Второе правило – это у нас сервис. И третье – это чистота. У нас очень чисто. То есть у нас все маркировочки, все-все-все есть, все очень четко. Мы это все проверяем. Концепцию заведения в наш город привезли из Москвы. В столице нашлись и бизнес-партнеры. Они поставляют в Тюмень замороженные полуфабрикаты. А местные товаропроизводители – напитки. Но несмотря на логистические затраты, предприниматель уже несколько лет придерживается четкой ценовой политики. Если продукт, допустим, колбаска сама, если она вкусная, нравится всем, значит мы ее продаем. Если она невкусная, мы ее не продаем. Вот и все. То есть у нас простой принцип. Ну и еще, конечно, там очень много технических моментов в плане текстуры, оболочки и так далее. Сейчас, как правило, цены везде растут. В ресторанах, в фастфудах, в гипермаркетах, на продукты. А мы цену сдерживаем. И за счет этого у нас есть даже определенный прирост. В городе работает три ресторана быстрого питания «Омайдок». Компанию отметили на конкурсе «Тюменская марка». Но сейчас молодая команда готовит новый бизнес-план по открытию уже в других регионах.